76-ю годовщину победы в Великой Отечественной войне в Муравленко отметили ярко и торжественно. Череда праздничных мероприятий продолжилась в городском парке культуры и отдыха, где собрались сотни горожан. Муравленко расцвел алыми знаменами и георгиевскими лентами. В парке культуры и отдыха сотни горожан приняли участие в праздничных мероприятиях. В этот день слова благодарности и поздравления звучали в адрес ветеранов и тех, кто не вернулся с самой жестокой и кровопролитной войны в истории нашей страны. В нашем городе мы по-особому относимся к тому, чтобы детям передать подрастающему поколению частицы той важной истории о Великой Отечественной войне. Мы по крупицам собираем историю наших отцов и дедов. И это очень правильно. Мы делаем это все во имя будущего наших детей. Пусть они никогда не узнают горе войны. Пусть всегда будет мирное небо над головой. Всероссийская акция «Бессмертный полк» в этом году, как и в 2020-м, прошла в онлайн-формате. Трансляцию организовали на Центральной площади в парке культуры и отдыха на светодиодном экране. «Бессмертный полк» – твой подвиг на века. У меня где-то пропавший без вести. Я даже не знаю, где воевал. Так что для этого праздник такой великий. Для всех нас это праздник великий. И с покон веков он будет, мне кажется, продолжаться. День Победы – это самый большой праздник в нашей стране, потому что это день памяти, это день благодарности за то, что мы живы, за то, что мы есть, за то, что мы можем радоваться вот этой прекрасной погоде в городе Муравленко. Я считаю, что я пришла, потому что я должна отдать дань памяти погибшим, которые воевали за мою семью, за меня. В этот день в парке звучали самые дорогие сердцу песни военных лет. Танцевали «Вальс Победы». Для меня это настолько важно, что я просто передать не могу словами. Я даже сейчас произношу, у меня на глазах слезы. Это просто самый светлый праздник, который может быть у нас в стране. С кем вы сюда сегодня пришли? Мы пришли всей семьей. Я, супруг и наши все детки. Атмосфера в парке культуры и отдыха создавала праздничное и торжественное настроение. Муравленковцы с головой окунулись в эпоху военных лет. Одна из самых популярных акций «Солдатская каша» не оставила равнодушным никого. Рецептом приготовления поделился повар Иван Тимонин. По старому рецепту просто с добавлением получается оленина. Так она у нас была в большом количестве у нас в России. Ну и сейчас большой ареал обитает. Плюс добавили говядину, овощи, гречи. То есть гречу мы, когда купили мешок большой, мы его в печке запекаем до колера такого легкого. В очереди за кашей десятки горожан от мала до велика. Очень вкусные. Очень вкусные. Молодежный совет при главе города подготовил акцию «Блокадный хлеб». Ее провели в военной палатке, установленной в парке. Сначала люди приглашаются в палатку, где выставлена экспозиция, фотографии, письма, предметы быта ленинградцев, да и вообще всего советского народа. Чем пользовались, что ели, как выживали, рассказывается все это. Потом на выходе каждый получает вот такую карточку на получение хлеба. Муравленковцев с Днем Победы поздравили Духовой оркестр и хор русской армии из Санкт-Петербурга. Ты со мной, мое поле, стынет ветер и сон. В разных частях парка культуры и отдыха жители собирались группами и пели песни военных лет. Разветали ям они ручьи, наплыли туманы над рекой. Программу мероприятий завершили праздничным салютом. Анастасия Попова, Петр Князев, Андрей Нагибин. Новости Муравленко.